Итак, коллеги, добрый день еще раз. Давайте на всякий случай еще раз проверим, слышите вы меня или нет. И начнем с вами наш вебинар. Все в порядке. Я вижу, что пошли плюсики. Спасибо вам огромное. Мы рады всех вас приветствовать на нашем вебинаре. Позвольте представиться. Меня зовут Ольшевская Ольга. Я эксперт-методолог развития продукта компании СБР-решений. Я расскажу вам об изменениях в законодательстве в сфере кадров. Вместе со мной сегодняшний вебинар будет вести моя коллега, эксперт-методолог по развитию продукта Исакова Карина. Она расскажет вам об изменениях в сфере расчета заработной платы. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Наши ежегодные встречи с вами на обзоре изменений законодательства стали уже доброй традицией. Для тех, кто к нам присоединился сегодня впервые, расскажу немножко о нашей компании. Буквально пару слов. Наша компания на рынке уже 28 лет. С 2018 года мы входим в эту систему СБР. Мы оказываем услуги в области бухгалтерского налогового учета, управления персоналом, IT-безопасности, а также юридические услуги. На протяжении нескольких лет занимаем первое место в рэнкинге РАЭКС среди крупнейших групп и компаний в области аутсорса учетных функций. Теперь давайте немножечко поговорим о тайминге нашего мероприятия и о организационных моментах. Наш вебинар рассчитан на полтора часа. В первой части вебинара я расскажу вам об изменениях, которые у нас с вами ожидают в кадрах. Во второй части моя коллега Исакова Карина расскажет вам об изменениях в сфере расчета заработной платы. Во вкладочке «Вопросы» вы можете задавать ваши вопросы, мы ответим на них после вебинара. Если нам не хватит времени, чтобы ответить на все вопросы, мы обязательно вернемся к вам с обратной связью. Также запись этого вебинара вместе с презентацией будет направлена вам по указанной при регистрации адресу электронной почты. Итак, давайте перейдем к первой новости. Первая новость, о которой я хотела бы вам рассказать, что нас ждет в следующем году, это изменение кадровой отчетности в связи с объединением ПФР и ФСС. Как вы уже знаете, ПФР и ФСС 1 января 2023 года объединятся в фонд пенсионного и социального страхования. В связи с этим объединением планируется ввести новый вид отчетности – форму ЕФС-1. Данный отчет объединит в себе отчетность как кадровую, так и бухгалтера по расчету заработной платы. Фактически форма ЕФС-1 объединит в себе 4 отчета – СЗВ-ТД, СЗВ-Стаж, включая форму ОДВ-1, 4 ФСС и ДСВ-3. Обращаю ваше внимание, что на текущий момент форма ЕФС-1 еще официально не утверждена и находится на стадии проекта. Планируется, что данный форум будет состоять из титульного листа и двух больших разделов. Их наименование вы можете видеть на слайде. В каждом из указанных разделов будут свои подразделы. Давайте посмотрим с вами, какие же у нас общие правила в заполнении данного отчета. При направлении в фонд формы ЕФС-1 допускается предоставление отдельных разделов и подразделов в соответствии с законодательно установленными сроками. Титульный лист является обязательным для заполнения при предоставлении всех разделов и подразделов формы. Форма ЕФС-1 может быть предоставлена нами с вами в электронном виде, а также на бумажных носителях. Но на бумажных носителях только с соблюдением общих условий по численности работников для подачи отчетности на бумажных носителях. И форма ЕФС-1 в электронном формате должна предоставляться по формату, который утвержден фондом и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. Сейчас мы с вами отдельно рассмотрим те блоки, те подразделы, которые у нас относятся к кадровой службе. Итак, на слайде вы видите подраздел 1.1. На самом деле это не что иное, как наш с вами текущий отчет СЗВТД. Что у нас променяется с вами в правилах заполнения данного отчета? Ну, во-первых, мы с вами будем сюда в этот отчет теперь включать работников с договорами ГПХ. Во-вторых, у нас будет введен классификатор причин увольнения. И, в-третьих, изменится срок подачи отчета. Сейчас я вам расскажу об этом немножечко поподробнее. Итак, как я уже сказала, в форме подраздел 1.1, который у нас идентичен практически отчет СЗВТД, необходимо будет включать работников по договорам ГПХ, указывать дату и окончание такого договора. Требования касаются тех договоров, на которые начисляются страховые взносы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Перечень таких договоров вы видите на слайде. Каждому из видов таких договоров присвоен свой код, вы также видите их на слайде. Их мы с вами будем указывать в графе код выполняемой функции. Также, как я сказала, вводится классификатор причин увольнения. Если на текущий момент в отчете СЗВТД мы с вами указываем формулировку из Трудового кодекса, то с 2023 года это будет код, который вы можете видеть на слайде. То есть это будет сокращенное основание прекращения Трудового договора. И, как я уже сказала, у нас изменятся с вами сроки подачи данного подраздела. Что касается приема, увольнения, а также окончания и начала договора ГПХ, сроки у нас не меняются с вами, они остаются такие же, как и были. То есть не позднее следующего рабочего дня, с датой издания соответствующего приказа распоряжения, либо заключения или окончания действия договора ГПХ. При этом остальные кадровые мероприятия, которые мы сейчас с вами сдаем не позднее 15 числа, нам нужно будет с вами сдавать не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным. Следующий подраздел, который будет относиться также к кадровой службе, это подраздел 1.2, сведения о страховом стаже. На самом деле, опять-таки, это не что иное, как наш с вами действующий на нынешний момент отчет СЗВ-стаж, но по сравнению с текущей формой, в новую форму будут добавлены новые сведения. Например, по СОУД нужно будет указывать индивидуальный номер рабочего места и класс под класс условий труда. Также появится графа с районным коэффициентом, в котором мы с вами будем указывать на отбавки за работу в регионах со сложными климатическими условиями. Кроме того, подавать сведения теперь нужно нам будет с вами не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В частности, к таким работникам относятся работники, осуществляющие трудовую деятельность во вредных условиях труда, в особых климатических условиях РКС, МКС. Например, работники, которые имели периоды отстранения от работы, либо периоды простоя, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет и прочие категории. Подробно вы сможете ознакомиться с списком таких лиц, когда у нас проект будет официально опубликован и примет законную свою силу. Срок сдачи данного отчета будет не позднее 25 января следующего за отчетным. Следующий подраздел, который также относится к кадровой службе, это подраздел 2. На самом деле это не что иное, как наша с вами форма нынешняя ОДВ-1. Данный подраздел будет подаваться одновременно с подразделом 1-2, который мы только что с вами рассмотрели, если есть сведения о лицах, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. Содержание самого отчета осталось у нас с вами без изменений. Следует также отметить, что отчетность, которую мы с вами будем сдавать за 2022 год, должна сдаваться по старым формам и в те строки, которые у нас сейчас законодательно с вами установлены. То есть отчет СЗВМ за декабрь мы должны будем сдать не позднее 16 января, СЗВТД по мероприятиям кадровым за декабрь, исключая приемы увольнения, до 16 января, СЗВСТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год до 1 марта. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что с 2023 года отчет СЗВМ сдавать больше не нужно. Но отчетности у нас с вами за этого меньше не станет. С 2023 года появится новая форма персенофицированной сведения о физических лицах, которую работодатели будут сдавать ежемесячно, направляя ее в ФНС. Подробнее об этом вам расскажет моя коллега Исакова Карина. Дальше о чем хочу я вам рассказать, это заполнение подраздела 1. Подраздел 1 у нас обязательно к заполнению, если мы с вами будем предоставлять подразделы 1.1.1.2. Это наш действующий СЗВТД сейчас, да, и СЗВСТАЖ. Сведения здесь практически идентичны тому, что у нас есть сейчас в отчете СЗВТД, однако у нас с вами еще добавился код категории застрахованного лица и код страны гражданства. Если у нас с вами лицо не имеет гражданства, то мы с вами поставим 3.0. А код застрахованного лица зависит от того, является ли наш работник гражданином Российской Федерации, либо это иностранный работник, в зависимости от того, какой у него статус. Коды вы также можете видеть на нашем слайде. Хочу вам также напомнить по ответственности, которая у нас лежит на работодателе, если он даст неверный, либо несвоевременно подаст отчет. На текущий момент за ошибки в СЗВТД на должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если ошибки допущены у нас в отчете с вами СЗВСТАЖ, то за каждого работника нам могут присудить штраф в размере 500 рублей. Однако обращаем ваше внимание, что со следующего года у нас с вами будет смягчение финансовых санкций. И выразится это в следующем. Во-первых, если мы с вами в фонд отправим отчет, фонд найдет в нем какие-то ошибки, пришлет нам уведомление об устранении данных ошибок, и мы сделаем это с вами в течение пяти рабочих дней, штрафные санкции на нас налагаться не будут. Кроме того, если мы с вами отправим в фонд отчет, но при этом как бы самостоятельно до того, как фонд проверит данный отчет, обнаружим ошибки, исправим этот отчет, отправим в фонд, точно так же нам не будет никаких применений, никаких штрафных санкций. Кроме того, у нас с вами увеличивается срок, за который страхователь по общему правилу должен уплатить штраф с десяти календарных дней до двадцати. И если в течение ближайших первых десяти дней мы с вами оплачиваем штраф, то мы можем с вами рассчитывать на скидку в 50%. Следующая новость, о которой я хотела бы вам рассказать, это у работников, у которых есть договоры ГПХ. Со следующего года, с 1 января 2023 года, граждане, занятые по договорам гражданского правового характера, подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховое обеспечение по данному виду страхования смогут получить граждане, заключившие договора, по которым начисляются страховые взносы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Перечень вы видите на слайде, он идентичен тому перечню, которую мы с вами видели, когда рассматривали заполнение подраздела 1.1, который идентичен у нас СССР ВТД. Обращаю ваше внимание, что право на пособие возникнет у работников при условии, что сумма страховых взносов, начисленная работодателями с выплат в их пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, за прошлый календарный год составится в окупном размере не менее стоимости страхового года. В связи с принятыми изменениями разработан проект постановления правительства Российской Федерации, определяющий особенности порядка исчисления пособий по нетрудоспособности по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работников по договорам ГПХ. Обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день документ все еще находится в стадии проекта, поэтому и рассматривать порядок выплаты пособий мы с вами будем в рамках текущего его статуса. Итак, согласно проекту устанавливается следующий порядок выплаты пособий. В случае, если гражданин работает по гражданско-правовым договорам у нескольких работодателей, то пособие по временной трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком может быть выплачено ему у одного из страхователей только по выбору застрахованного лица. В случае, если гражданин работает у нас с вами по трудовому договору и по договорам ГПХ у нескольких работодателей, пособие по временной трудоспособности и по БИР он сможет получить как у работодателя по трудовому договору, так и у одного из работодателей, где он работает по договору ГПХ. А вот ежемесячное пособие по уходу за ребенком может быть выплачено только одним страхователем по его выбору. При расчете пособия по временной трудоспособности и по БИР, заработок, который у работника получен по трудовому договору и вознаграждение по договору ГПХ не суммируется. При расчете размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком учитываться будут все выплаты и по трудовому договору, и по договору ГПХ. Следующая новость, о которой я хотела бы вам рассказать, это ограничение для работы в пассажирских перевозках. Как вы знаете, с 1 марта 2023 года вступит в силу новая статья Трудового кодекса Российской Федерации, которая вводит ограничения на занятия трудовой деятельностью, непосредственно связанные с управлением легковым такси, с наземным и подземным транспортом при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. К трудовой деятельности, связанные с управлением транспортными средствами, не будут допущены лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение определенных преступлений, либо подвергающиеся уголовному преследованию за них. Перечень таких преступлений содержится в статье 1 Федерального закона от 11 июня 2022 года, номер 155 ФЗ. Так, например, водителям легкового такси со следующего года не сможет работать лицо, у которого не снята или не погашена судимость за убийство, либо за причинение тяжкого вреда здоровью. Хочу отметить, что аналогичный подход будет и к работникам гражданам стран Евразийского экономического союза. Запрет коснется лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства в других странах ЕС. С марта месяца 2023 года при трудоустройстве соискатели обязаны будут предоставить нам справку о том, что у них отсутствует судимость и нет преследования за определенные преступления, которые перечислены в ФЗ, о котором я говорила ранее. Также новый закон обязывает наших текущих с вами работников точно так же до 1 марта 2023 года предоставить нам справку о отсутствии судимости и факту уголовного преследования. В случае, если такие справки нам с вами не будут предоставлены, мы должны будем прекратить действие трудового договора на основании статьи 83 ТК РФ, которая устанавливает ограничения на занятия определенными видами трудовой деятельности. В случае получения от правоохранительных органов сведения о том, что работник подвергается уголовному преследованию за определенные преступления, работодатель обязан будет отстранить такого работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения, либо до вступления приговора в законную силу. Следующая новость, о которой я хочу вам рассказать, касается иностранных работников. Ну, во-первых, с 1 января 2023 года большинство иностранных работников, временно пребывающих в Российской Федерации, будут осенесены к числу лиц, застрахованным в сфере обязательного медицинского страхования. Исключением у нас с вами будут высококвалифицированные специалисты, временно пребывающие. В соответствии с грядущими изменениями в полисе добровольного медицинского страхования при заключении трудового договора должны иметь лишь временно пребывающие иностранные граждане и высококвалифицированные специалисты. Таким образом, со следующего года мы с вами не должны требовать полисы ДМС у указанной категории работников. То есть исключение, еще раз говорю, делается только в отношении ВКС временно пребывающих. Для них по-прежнему мы с вами должны будем требовать полиса ДМС. Порашу обратить на это внимание и своевременно внести изменения в ваши трудовые договора, где содержатся такие условия, и в локальные нормативные акты, где точно так же отражены условия приема на работу иностранных граждан. Обращу также ваше внимание, что полис ОМС иностранный работник сможет получить только в том случае, если работодатель платит за него страховые взносы в течение не менее трех лет. Следующее изменение, которое нас с вами ждет, с 1 января 2023 года студенты-иностранцы смогут получить специальное разрешение на временное проживание в целях получения образования. Коротко, РВПО. РВПО даст иностранцам, обучающимся в нашей стране, возможность на время приобрести статус временно проживающего в Российской Федерации. РВПО будет действовать весь период обучения, а также 180 дней после окончания обучения выпуска из вуза. Получить РВПО смогут те студенты, которые будут обучаться очно в образовательных учреждениях, которые прошли государственную аккредитацию либо в научных организациях. Для получения РВПО иностранному студенту необходимо будет пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование. В связи с установлением такого особого режима также внесены изменения в соответствующие статьи Трудового кодекса. Так, например, есть дополнительные основания для прекращения трудовых отношений. Для таких работников это будет аннулирование разрешения на временное проживание в целях получения образования. А также окончание срока действия РВПО будет являться основанием для отстранения иностранного студентного очника от работы. Кроме того, установлены квоты на рабочую силу, в 2023 году. Такие ограничения установлены на постановление правительства РФ от 3 октября 2022 года, номер 1751. Постановление правительства РФ установили следующую допустимую долю. Запрещено занимать иностранцев в розничной торговле в нестанционарных торговых объектах и на рынках, в розничной торговле лекарствами и в аптеках. Для отдельных отраслей сохранены ограничения по численности. В частности, строительство не более 80% общей численности работников. Розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями не более 15%. Но есть территории, естественно, на которых не будут действовать общие квоты. Более подробно вы сможете ознакомиться с квотами, если обратитесь к указанному постановлению правительства РФ. Наши рекомендации. Необходима численность иностранных работников до 1 января 2023 года привести в соответствии с установленными квотами. При этом мы с вами должны руководствоваться в соответствии с трудовым кодексом, а именно статьей 3027.6 ТК РФ, в которой устанавливаны дополнительные основания прекращения трудового договора с иностранцем, а именно приведение количества иностранных работников в соответствии с установленными квотами. Также обращаю ваше внимание, что за несвоблюдение квоты работодатели могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы достаточно серьезные, то есть для должностных лиц, включая предпринимателей, это может быть от 45 до 50 тысяч рублей, для юридического лица от 800 тысяч до миллиона, либо вообще может быть административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Следующее изменение, которое нас ждет с вами в следующем году, будет введена новая форма бланков трудовых книжек. Новые формы бланков утверждены приказом Минфина России от 11 апреля 2022 года. Каких-либо серьезных последствий введение новой формы бланков для нас с вами не несет. Скажу лишь только, что теперь у нас трудовые книжки, новые бланки будут отнесены к издательской продукции категории «Б». Для приобретения бланков трудовых книжек работодатели должны будут обратиться к изготовителю либо распространителю. Информация о распространителях находится на официальном сайте изготовителей. Ну и сама табловая книжка, она немного чем изменилась. У нее, в частности, на титулом листе появилась отметка «при наличии для печати». Если это сделана оговорка специально, чтобы соответствовать действующим нормам, по конторам компания может не иметь свои печати. И увеличено число разворотов для заполнения сведений о работе. Их стало 14 вместо 10. Соответственно, сведения о награждении количество разворотов у нас уменьшилось до 7. Обращаем ваше внимание, что выданные ранее работникам трудовые книжки прежнего образца обменивать не потребуются. И также вы можете использовать имеющие у вас бланки старого образца без ограничения срока до того момента, пока они у вас не закончатся. Также обращаю ваше внимание, что со следующего года у нас произошли изменения в статистической отчетности. Росстат в очередной раз обновил форму статистической отчетности. Формы этих отчетностей вы видите на слайде, перечислять их всех я не буду. Хочу просто обратить ваше внимание на то, что необходимо будет внести изменения в вашей учетной системе, чтобы формы соответствовали требованиям, которые установил Росстат. Также Росстат утвердил указания по заполнению данных форм. Следующий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это новая льгота для родителей, имеющих детей инвалидов. Точнее сказать, это расширение льгота. Как вы знаете, родители, работники наших компаний, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, имеют ежемесячно право на 4 дополнительных дня отдыха. Они могут эти дни отдыха использовать либо единолично, либо поделиться вторым родителям эти дни. Оплачиваются эти дни, исходя из среднего заработка. Что нас ожидает с вами в следующем году? С сентября месяца 2023 года вступят изменения, которые внесены в статью 262 ТК РФ. И наши с вами работники, имеющие детей инвалидов, смогут однократно брать отпуск размером 24 дня, для того, чтобы ухаживать за детьми инвалидами. Обращаю ваше внимание, что такой отпуск, если он превышает 4 дня, должен быть согласован с вами, как с работодателями. И дополнительный отдых не должен выходить за пределы общего числа дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом, которые остались у работника, неиспользованы. Скажу сразу, что у нас, как и у вас, наверняка возник ряд вопросов. Ну, в частности, могут ли, например, два родителя одновременно брать такие дополнительные дни отдыха? Или, например, как второй работодатель узнает, не воспользовался ли работник этим правом у предыдущего работодателя? Мы задали соответствующий вопрос в Минтрут, где нам разъяснили, что порядок предоставления таких дней должен устанавливаться правительством Российской Федерации. Соответственно, скорее всего, у нас будут несены изменения в постановлении правительства Российской Федерации, которые регламентируют порядок предоставления дополнительных дней детей по уходу за ребенком и инвалидом. Следующее, что хотела бы я вам рассказать, это изменения в работе с персональными данными. В 2023 году вводятся новые обязанности. Так, утверждены правила оценки возможного вреда, который мы можем причинить гражданам при нарушении закона о персональных данных. С 1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать такой вред, который оператор может причинить физическим лицам, если нарушить закон о персональных данных. Оператору необходимо будет определить степень такого вероятного вреда. Вред будет делиться на три категории – высокая, средняя и низкая степень. Если гражданину может быть причинен вред нескольких степеней, то следует будет учитывать самую высокую из них. Степень вреда и ряд других, и другое информация необходимо будет отразить в акте. Документ можно будет составлять в том числе и в электронном виде. Пока требований к тому, как проводить оценку, нет. Оценка вероятного вреда необходима при обработке персональных данных в информационных системах, поскольку по итогам этой процедуры определяет тип угрозы безопасности личных сведений. В остальных случаях оценка такая будет необязательна. Кроме того, Роскомнадзор установил требования по уничтожению персональных данных. Напоминаем, что работодатель вправе обрабатывать и хранить персональные данные до момента достижения конкретных установленных целей их обработки. После этого персональные данные должны быть уничтожены. Ранее Роскомнадзор сообщал, что порядок документальной фиксации уничтожения персональных данных определяется оператором самостоятельно. Однако Роскомнадзор решил упорядочить этот процесс и поэтому с марта месяца 2023 года до марта 2029 года то есть 6 лет подтверждением уничтожения персональных данных будет у нас является акт уничтожения. При обработке данных с использованием средств автоматизации также должна будет сделана быть выгрузка из журнала регистрации событий. И акт и выгрузки мы должны будем с вами хранить в течение трех лет. Теперь давайте немножечко поговорим с вами о тех изменениях в сфере кадров которые у нас произошли в уходящем году. Ну во-первых с января месяца 2022 года работодатели у которых среднесписочная численность за предыдущий год была более 25 человек обязаны размещать свои вакансии на портале Работа в России. С конца апреля 2022 года работодатель также может размещать вакансии и на других информационных ресурсах. Перечень таких ресурсов публикуются на сайте платформы Работа в России. Кроме того с 1 сентября этого года информационные системы электронного документа оборота работодателя могут взаимодействовать с порталом Госуслуг. Обязанность работодателя по интеграции своей информационной системы и портала Госуслуг возникает только при одновременном наличии двух условий. Если работник осуществляет подписание электронных документов простой электронной подписью и если работник в качестве способа получения документов связанных с работой выбрал портал Госуслуг. В остальных случаях интеграция вашей информационной системы и до и портала является вашим правом, но не обязанностью. Кроме того, приказом Минтруда утверждены единые требования к составу и форматам электронных кадровых документов. Действовать документ начнет с 1 марта 2023 года. Особо подробно останавливаться я на этом не буду. На слайде частично вы видите требования к составу, которые будут предъявлять у нас Минтруд. Более подробно сможете ознакомиться с этими требованиями в самом приказе. Кроме того, с 8 января 2022 года у нас прошли с вами и произошли изменения введения воинского учета. Как вы знаете, у нас отменена карточка Т2 для введения воинского учета. Вместо нее утверждена карточка гражданина, подлежащего воинскому учету, карточка по форме номер 10. Карточки эти должны вестись как в бумажном, так и в электронном виде, и соответственно мы с вами должны вести не только бумажную, но и электронную картотеку. Электронная картотека ведется по тем же правилам, что и картотека для бумажных носителей. Ну и еще одна новость, с которой мы с вами столкнулись в этом году. С марта месяца 2022 года обязательство по выделению рабочих мест для инвалидов считается исполненным работодателем только в случае трудоустройства инвалида. То есть если до этого момента нам с вами достаточно было просто выделить место для инвалида в рамках квоты, то в текущем году только трудоустройство является подтверждением факта выполнения обязательства. Кроме того, с сентября месяца мы с вами получили еще одну возможность выполнить квоту. Если мы по какой-то причине не можем свою компанию трудоустроить работника инвалида по квоте, мы можем заключить договор со сторонней организации, которая трудоустроит работника инвалида к себе, а наша обязанность по выполнению квоты в этом случае будет считаться выполненной. Ну и следующее изменение, на котором я хотела бы все-таки остановиться более подробно, это с тем, что мы с вами в этом году столкнулись с понятием приостановки и возобновления трудового договора. Изначально мы с вами столкнулись с понятием приостановки трудового договора в связи с тем, что работники компании, которые приостановили свою деятельность, им было предоставлено право временно трудоустроиться к другому работодателю. Изначально планировалось, что такое трудоустройство временное возможно до конца текущего года, однако постановлением правительства Российской Федерации срок был продлен до конца следующего года, то есть до 31 декабря 2023 года. На период временного перевода к другому работодателю действие первоначального заключенного договора приостанавливается, но не прерывается. После окончания или расторжения срочного трудового договора работник может вернуться на свое рабочее прежнее место. Для того, чтобы у работника появилась возможность временно трудоустроиться к другому работодателю, необходимо, чтобы текущий работодатель обратился в центр занятости, с информацией о том, что деятельность у него приостановлена. Центр занятости, если у него есть потребность в указанных работниках, присылает работнику предложение, указывая в нем все необходимые условия по предлагаемой вакансии. Если работник согласен, если согласен текущий работодатель, работник может заключить временный трудовой договор с временным работодателем. Ну и, как я уже сказала, сделать это можно в срок до конца следующего года. Затем понятие приостановки действия трудового договора появилось у нас в связи с объявлением президентом Российской Федерации частичной мобилизации. Я сразу оговорюсь, что сейчас при дальнейшем повествовании под мобилизованными работниками я буду подразумевать не только тех работников, которые были призваны на военную службу по повестке в связи с частичной мобилизацией, но также и те работники, которые заключили контракт в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности военной службы, а также работники, которые заключили контракт о добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. В связи с частичной мобилизацией были внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас мы рассмотрим с вами основные изменения. Ну, во-первых, с работниками призваны на военную службу действие трудового договора приостанавливается. Период при остановке засчитывается в трудовой стаж, который дает право на ежегодно оплачиваемый отпуск, а также в страховой стаж. На период при остановке действия трудового договора работодатель вправе заключить с другим работникам срочный трудовой договор для выполнения обязанностей мобилизованного работника. Действие трудового договора, приостановленного, возобновляется в день выхода работника на работу основного. Работник обязан предупредить о таком выходе нас с вами не позднее, чем за три рабочих дня. Расторжение приостановленного трудового договора по инициативе работодателей допускается только в двух случаях. Первое – это ликвидация организации, и второе – это истечение срока срочного трудового договора. По возвращении на работу мобилизованный работник имеет у нас с вами право в течение шести месяцев взять оплачиваемый опуск в любое удобное для него время, независимо от стажа работы у работодателя. Если по истечению трех месяцев с даты окончания военной службы по мобилизации работник у нас с вами не выйдет на работу, мы с вами и будем иметь право уволить его по статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в Трудовой кодекс добавлены льготы для родителей второго супруга, у которого супруг или супруга были мобилизованы. Так, при мобилизации одного из родителей, второй родитель при наличии ребенка в возрасте до 14 лет не может нами с вами быть отправлен в командировку, либо привлечен в сверху овощ на работе к работе в выходной день без его согласия. Кроме того, сотрудник в возрасте до 18 лет, если второй родитель мобилизован, имеет преимущественное право остаться на работе при сокращении. Указанные изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года. Также я обращаю ваше внимание, что изменился алгоритм расчета среднего заработка для оплаты периода времени трудоспособности для мобилизованных работников. Продолжение следует... Коллеги, прошу прощения, небольшие технические сложности. Подскажите, пожалуйста, слышно сейчас меня? Все в порядке? Презентацию видно? Пошли положительные ответы. Спасибо большое. Давайте продолжим. Еще раз прошу прощения. Еще раз вернусь к этой новости. У нас изменился алгоритм расчета среднего заработка для оплаты периода временной нетрудоспособности для мобилизованных. То есть из 730 дней мы с вами должны будем вычесть тот период, который приходился на время призыва на военную службу по мобилизации. Обращаю ваше внимание, что изменения в расчете среднего заработка касаются тех случаев временной нетрудоспособности, которые будут происходить в 2023 году. В соответствии с принятыми изменениями обязательно внесите изменения в алгоритм расчета в ваши учетные системы. И еще одно изменение в отношении мобилизованных для порядка подсчета их страхового стажа. День участия в специальной военной операции считается как два рабочих дня, то есть один день за два. За остальные дни подсчет идет один к одному. Приостановка действия трудового договора и во втором случае вроде бы одно и то же понятие, но последствия порождает оно для нас с вами разное. Давайте мы с вами немного рассмотрим в чем разница, для того чтобы вы могли сделать грамотные и правильные настройки в ваших учетных системах. Первое. Основанием для приостановки договора при частичной мобилизации является повестка из военкомата и заявление работника. Либо контракт о прохождении военной службы и заявление работника. При временном переводе это предложение центра занятости в согласии основного работодателя и согласии самого работника. Отчет со ЗВТД. В первом случае мы с вами должны подать данные о том, что действие трудового договора приостановлено. Во втором случае при временном переводе основной работодатель никакие данные не подает, временный работодатель подает на общих основаниях. Отчет П4НЗ. Работник в отчет включается у нас в случае частичной мобилизации. Если это временный перевод, у основного работодателя работник не включается в данный отчет, у временного включается по общему правилу. Отчет со ЗВСТЖ. Работник включается в отчет и там, и там, но в первом случае при мобилизации мы используем с вами код ВОИНСЛ, а во втором случае код НЕОПЛ. Это у основного работодателя. Ну а временный работодатель по общим правилам предоставляет данный отчет. В отчет со ЗВМ данные подаются и в одном, и во втором случае. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и в первом, и во втором случае не прерываются. Льготный стаж для назначения пенсии и в первом, и во втором случае считается по общим правилам. Но в случае с мобилизацией, сразу сделаю оговорку, Минтруд внес предложение о непрерывности льготного стажа. Мы будем следить за изменениями. Подсчет страхового стажа для назначения пенсии в первом случае, сказала вам уже, да, что имеет особенности, то есть за время участия в СВО один день идет за два. Для временного работодателя идет общий порядок подсчета. Ну и внесение данных информации в бумажную трудовую книжку. При мобилизации мы с вами не вносим данные о приостановке трудового договора. Во втором случае, по желанию работника, мы можем внести сведения о работе у другого работодателя. Делает это основной работодатель. Также хотим обратить ваше внимание, что несмотря на то, что оба случая приостановки действия трудового договора, вроде бы это приостановка, но поскольку порождает у нас с вами разные последствия, мы вам рекомендуем обозначать их разными кодами. Унифицированных кодов таких нет, поэтому вы вправе самостоятельно установить код. Мы со своей стороны можем предложить вам для случая мобилизации использовать код МБ, а для временного перевода, например, код ПД. По кадровой части у меня больше новостей для вас нет. Я передаю слово своей коллеге Исаковой Карине. Спасибо, Оля. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги и участники вебинара. Переходим к моей части вебинара по изменениям в законодательстве в сфере расчета заработной платы в 2023 году. 2022 год был годом активной законотворческой деятельности и была принята масса законов, которые кардинально и глобально изменили законодательство, регулирующие расчеты заработной платы. Первая тема, с которой мы начнем, касается объединения ПФР и ФСС. С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединят Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Сокращенное название нового фонда – Социальный фонд России. В связи с объединением ПФР и ФСС 2023 года на законодательном уровне закрепили единую предельную величину базы для всех страховых взносов, единый тариф страховых взносов и единый перечень застрахованных лиц. С 1 января 2023 года предельная величина базы для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование ФСС по временной нетрудоспособности и в связи с материнством и Фонд обязательного медицинского страхования станет единый. Ее размер составит 1 млн 917 тысяч рублей. Отдельной предельной базы по взносам ФСС, как мы с вами привыкли, с 2023 года больше не будет. База для всех взносов будет единая. Но и в связи с тем, что единая предельная база существенно больше, чем был размер предельной базы для взносов ФСС по временной нетрудоспособности, нас ждет повышение всех пособий с 2024 года. С 2023 года отменяют отдельные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, поскольку с 2023 года вводится единый тариф страховых взносов. Это 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% свыше установленной единой предельной величины базы для страховых взносов. Обратите внимание, единый тариф страховых взносов применяют все страхователи, у которых нет оснований для применения льготных ставок. А для взносов на травматизм ничего не изменится. Взносы от несчастных случаев на производстве, как и сейчас, в 2023 году не будут входить в общий тариф. Их размер по-прежнему продолжит зависеть от класса профессионального риска. Дополнительные тарифы страховых взносов с выплат работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, останутся такими же, как и в 2022 году. От 0 до 8% в зависимости от класса условий труда, установленного по результатам спецоценки. Начислять взносы по доп. тарифам нужно отдельно от взносов по единому тарифу и отчитываться по ним на отдельный специальный КБК. На слайде далее представлена сводная таблица с тарифами страховых взносов по каждой категории плательщика. Всего их три. К первой группе плательщиков относятся субъекты МСП, в том числе основным видом деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, а также участники Сколково и других инновационных научно-технологических центров. Первая группа плательщиков будет платить взносы до достижения единой предельной базы в размере 30% зарплаты в пределах МРОД, 15% суммы превышения над МРОД и свыше единой предельной базы в размере 15,1% зарплаты в пределах МРОД и 15% суммы превышения над МРОД. С 1 января 2023 года МРОД составит 16242 рубля. Тариф в размере 76% до достижения единой предельной величины базы и 0% свыше единой предельной величины базы в 2023 году будет применять вторая категория плательщиков. В нее войдут IT-компании, резиденты ТАСЭР, особого порта Владивосток, особые экономические зоны Калининградской области, участники свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополь, организации, зарегистрированные на территории Курильских островов, российские организации, осуществляющие деятельность в сфере анимационной продукции, а также в сфере радиоэлектронной промышленности. Также во вторую группу включены социально ориентированные и благотворительные НКО на упрощенке, но они получат право на данный пониженный тариф только до 2024 года включительно. Кроме того, с 2023 года перечень плательщиков, имеющих право на пониженный тариф, дополнен организациями, производящими выплаты студентам за деятельность в студотрядах. Они также будут применять тариф в размере 7,6%. И третья категория плательщиков – это организации, производящие выплаты членам экипажей судов, в том числе участники специального административного района на территориях Калининградской области и Приморского края, которые в период с 2023 по 2027 годы будут применять нулевые тарифы по страховым взносам. С 2023 года нас ждут изменения в числе застрахованных лиц. В число застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию будут включены студенты, работающие в студотрядах по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работы или оказание услуг. Одновременно из числа застрахованных лиц исключены с 2023 года иностранные граждане любого миграционного статуса, работающие в расположенных в РФ филиалах, представительствах и дочерних организациях иностранных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории государств-членов Всемирной торговой организации. Отмечу, что данная категория иностранных работников не является новой. Такие иностранцы уже давно, в том числе в 2022 году, не являются застрахованными лицами по обязательному медицинскому страхованию. А с 2023 года – Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иностранные иностранные Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тарифы страховых взносов на дополнительное пенсионное страхование для отдельных категорий работников, дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников угольной промышленности не будут включены в единый тариф и должны уплачиваться в 2023 году на специальные отдельные КБК Также еще одно изменение, которое связано с объединением фондов, это отмена с 2023 года у работодателя обязанности выдавать справку о зарплате по форме 182Н С 1 января 2023 года сведения о зарплате застрахованного лица и об иных выплатах, необходимые для исчисления пособия за первые три дня временной недоступности, будет направлять работодателю новый фонд, социальный фонд России А переходим ко второму блоку и поговорим о форме ЕФС-1 и разделах, которые потребуют создавать бухгалтерам по расчету заработной платы На самом деле в отчете ЕФС-1 нет ничего по-настоящему нового На слайде представлена таблица, на которой показаны, как соотносятся старые формы отчетности и разделы новой формы ЕФС-1 Специалистам по расчету заработной платы стоит обратить внимание на подраздел 3, сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплаченные взносы работодателя, который является аналогом отчета ДСВ-3 И раздел 2, сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который является аналогом формы 4 ФСС Всю форму целиком каждый раз заполнять не нужно Как уже отметила Ольга, при направлении фонд формы ЕФС-1 допускается предоставление отдельных разделов и подразделов формы, но титульный лист всегда является обязательным для заполнения Таким образом, специалист по расчету зарплаты может сразу заполнить и сдать в фонд все свои разделы Это титульный лист подраздел 1.3 и раздел 2 Либо он может заполнять и сдавать форму ЕФС-1 частями, отдельно сдать титульные листы подраздел 1.3 и отдельно сдать титульные листы раздел 2 Далее рассмотрим эти части формы более подробно Подраздел 3, раздел 1 заполняется и представляется работодателями, перечисляющими дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию застрахованных лиц и взносы работодателей в пользу застрахованных лиц в случае их уплаты Срок сдачи подраздела 3, раздела 1 ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Рассмотрим, что изменилось в форме отчета и в порядке его заполнения по сравнению с формами 2022 года На слайде показано, как будет выглядеть подраздела 3 формы ЕФС-1 Мы видим, что подраздел полностью аналогичен отчету ДСВ-3, изменений в форме не предусмотрено При этом в порядке заполнения подраздела 3 формы ЕФС-1 упразднено условие об отдельном формировании реестров в отношении сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и в отношении сумм взносов работодателя в случае их уплаты Раздел 2 заполняется и представляется страхователями, юридическими лицами любой организационно-правовой формы В том числе иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории РФ и нанимающими граждан РФ Либо физлицами, нанимающими лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производство и профзаболевание Срок сдачи раздела 2 ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом В разделе 2 форма ЕФС-1 по сравнению с отчетом 4 ФСС можно выделить следующие отличия Вместо численности физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения Нужно будет указывать численность работающих застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний В расчет сумм страховых взносов добавлена графа на начало отчетного периода А в сведениях об облагаемой базе для исчисления страховых взносов нужно будет выбрать тип страхователя СКЕ, частичное финансирование или страхователь, исчисляющий страховые взносы по нескольким основаниям Данный раздел формы также должны будут заполнять государственные или муниципальные учреждения Подраздел, в котором заполняются сведения о сотрудниках, временно направленных на работу в другую организацию по договору о предоставлении труда работников, перенесен из 4 ФСС в форму ЕФС-1 без изменений Раздел из 4 ФСС с численностью пострадавших в связи со страховыми случаями в отчетном периоде упразднен А в сведениях о результатах проведенных медосмотров и спецоценки из табличной части формы исключили поля для заполнения данных о проведении обязательных предварительных медосмотров, выделив их отдельно, других изменений в разделе 2 по сравнению с 4 ФСС не предусмотрено По какой форме нужно отчитываться за 2022 год? За периоды из текста до 1 января 2023 года отчетность нужно сдать в порядке по формам, которые действовали на тот момент ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года до 20 января 2023 года И 4 ФСС за 22 год на бумаге до 20 января 2023 года А в электронной форме до 25 января 2023 года Какие санкции предусмотрены за ошибки в подразделе 3 и разделе 2 формы ЕФС-1 За непредоставление в срок или предоставление неполных или недостоверных сведений грозит штраф 500 рублей по каждому застрахованному лицу За несоблюдение порядка сдачи сведений в виде электронных документов штраф 1000 рублей Непредоставление в срок раздела 2 влечет штраф в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы, но не более 30% и не менее 1000 рублей Обратите внимание, 1 января 2023 года страхователь сможет избежать штрафы, если подаст уточненный отчет в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об устранении ошибок Если самостоятельно исправит ошибку до того, как ее обнаружит фонд Также с 2023 года увеличен срок, за который страхователь по общему правилу должен исполнить требования об уплате штрафа до 20 календарных дней вместо 10 При этом, если перечислить деньги в течение 10 дней, можно рассчитывать на скидку в размере 50% Далее коротко рассмотрим еще одно грандиозное изменение законодательства, согласно которого с 1 января 2023 года уплата любых налогов будет в обязательном порядке осуществляться посредством единого налогового платежа на единый налоговый счет Обратите, пожалуйста, внимание, более подробно данная тема будет освещена на бесплатном вебинаре, который пройдет 20 декабря 2022 года Для участия необходимо зарегистрироваться на вебинар Ссылки доступны в официальном телеграм-канале Сберрешений, а также на сайте в разделе серии новогодних вебинаров Федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 263 ФЗ были вынесены поправки в налоговый кодекс, который вводят для всех налогоплательщиков Институт единого налогового счета, сокращенно ЕНС, и единый налоговый платеж, сокращенно ЕНП Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года Рассмотрим, что же такое единый налоговый счет и что о нем известно на текущий момент ЕНС – это открытый в казначействе счет налогоплательщика, на котором отражаются как его налоговые обязательства, так и денежные средства, переводимые в счет их погашения 1 января 2023 года единый налоговый счет будет открыт в отношении каждой организации Налоговая служба будет самостоятельно рассчитывать сальдо на едином налоговом счете В том числе сформирует по всем организациям входящие сальдо на 1 января 2023 года Пополнять единый налоговый счет можно будет только путем внесения денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа Единый налоговый счет можно назвать кошельком, в котором хранятся деньги организации для уплаты налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов Налоговая служба самостоятельно в строго установленной последовательности распределит денежные средства, поступившие на единый налоговый счет, в счет погашения обязательства организации перед бюджетом РФ Как я уже сказала, налоговая будет самостоятельно рассчитывать сальдо на едином налоговом счете Сальдо единого налогового счета будет рассчитана как разница между общей суммой денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, и денежным выражением совокупной обязанности В этой формуле мы встречаем два новых термина – единый налоговый платеж и совокупная обязанность Что скрывается под новым термином «совокупная обязанность»? Простыми словами, это все обязательства компании, которые нужно заплатить в бюджет Она включает в себя общую сумму налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пении штрафа процентов, которые обязан перечислить налогоплательщик А также сумму налога, подлежащую возврату в бюджетную систему РФ В совокупную обязанность не включаются авансовые платежи по НДФЛ, уплачиваемые иностранным работникам, осуществляющим трудовую деятельность в России по найму на основании патента А также госпошлина, в отношении уплаты которой судом не выдан, исполнительный документ Переходим ко второму составляющему формули, по которой будет рассчитываться сальдо ЕНС И рассмотрим, что такое единый налоговый платеж Единый налоговый платеж – это новый способ уплаты налогов, при котором организация вносит сумму денежных средств на специальный единый налоговый счет В платежном поручении по ЕНП нужно будет указывать только ИНН налогоплательщика и сумму платежа при оформлении его в личном кабинете налогоплательщика Денежные средства на специальный счет в качестве ЕНП может перечислить за себя как сама организация, так и иное лицо за нее Организация вправе заранее перевести любую сумму денег в качестве ЕНП Но в таком случае компания перечисляет прогнозную сумму, поэтому ей придется отслеживать, хватит ли денег на погашение всех налоговых обязательств и при необходимости вовремя пополнять счет Организация вправе перечислять точно рассчитанную сумму денежных средств в качестве ЕНП, необходимую для уплаты конкретных налогов Не обязательно платить каждый налог отдельно Главное вовремя пополнять баланс и следить за остатком Налоговый орган самостоятельно распределит ЕНП в счет уплаты налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов И распределение ЕНП по бюджетной системе РФ налоговый орган будет производить согласно суммам, указанным организацией в соответствующем уведомлении Единый налоговый платеж включает в себя денежные средства, перечисленные организацией на единый налоговый счет, предназначенные для погашения совокупной обязанности А также денежные средства, взысканные с налогоплательщика Также к ЕНП относятся суммы, поступившие в связи с принятием налогового решения о возмещении или предоставлении вычета Поступившие от иного лица в результате зачета Проценты, которые начислил налоговые за излишне взысканные суммы Оттозванные платежи, которые ранее организация планировала зачесть в счет исполнения своей другой обязанности И возвращенные излишне уплаченные суммы авансовых платежей по НДФЛ с доходов патентных иностранцев Налогу на профессиональный доход, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов Единым налоговым платежом будет запрещено платить авансовый платеж по НДФЛ Который уплачивают иностранные работники, осуществляющие трудовую деятельность по найму на основании патента Госпошлину, по которой не выдан исполнительный документ Взносы на травматизм, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию Как за счет работника, так и за счет компании На усмотрение плательщика могут уплачиваться не в составе ЕНП или в составе ЕНП Налог на профессиональный доход, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов Кратко мы рассмотрели, что такое совокупная обязанность и единый налоговый платеж Далее рассмотрим, как будет формироваться положительное, отрицательное и нулевое сальдо на едином налоговом счете Положительное сальдо на едином налоговом счете образуется, когда у организации общая сумма денег, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП Больше, чем рассчитанная налоговая совокупная обязанность Если на едином налоговом счете образовалась положительная сальдо, то компания может его вернуть, либо за честь За честь средства можно в счет исполнения обязанности по уплате какого-то конкретного налога В счет исполнения обязанности по уплате налога за другое лицо в счет погашения неучтенной в составе совокупной налоговой задолженности, по которой истек срок взыскания, а также на погашение задолженности по решениям налоговых органов, различным судебным актам и другим документам. Отрисательные сальдо на ЕНС образуются, когда у организации общая сумма денег, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, меньше, чем рассчитанная налоговая и совокупная обязанность. Если сальдо отрицательное, организации нужно пополнить ЕНС, иначе начнут начисляться пени. Пени будут начисляться на общую задолженность с даты ее возникновения на ЕНС до даты погашения совокупной обязанности. И пени будут списаны с ЕНС, когда на нем появятся деньги. И нулевое сальдо на ЕНС образуется, когда у организации общая сумма денег, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, равна совокупной обязанности. При формировании входящего сальдо на ЕНС по состоянию на 1 января 2023 года есть свои особенности. Для его формирования налоговая служба учтет имеющиеся у организации по состоянию на 31 декабря сумму недоймок и сумму переплат. При этом не все суммы недоймок и переплат будут учтены налоговой при формировании входящего сальдо. Из общей суммы недоймок исключат недоймки, по которым на 31 декабря истек срок их взыскания, а также недоймки, оспоренные в суде, решение о взыскании которых приостановлено полностью и частично по состоянию на 31 декабря. Из общей суммы переплат исключат переплаты со дня уплаты, которых на 31 декабря прошло более трех лет, и переплаты по налогу на профессиональный доход, госпошлине, по которой не выдан исполнительный документ, сбором за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, а также авансовым платежам по НДФЛ за иностранцев с патентом. Также будет исключена переплата по налогу на прибыль, зачисляемую в региональный бюджет. Таким образом, налоговая сформирует из-за должности переплат входящие сальдо на 1 января 2023 года. И если сальдо получится отрицательным, новый рабочий год может начаться у организации с требований от налоговой и блокировки счетов. Поэтому в 2022 году организациям нужно провести сверку с налоговой, вернуть или зачесть переплаты и погасить имеющиеся недоймки. Размер сальдо на едином налоговом счете можно узнать, запросив в налоговой инспекции справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо, о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и об исполнении обязанностей по уплате налога. Кроме того, организация может запросить акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа. Также организация может в режиме онлайн проверить размер сальдо единого налогового счета в личном кабинете. На слайде вы видите, как будет выглядеть главная страница личного кабинета юридических лиц в 2023 году. Каким образом организация может пополнить единый налоговый счет? На законодательном уровне не стали вводить каких-либо ограничений для пополнения единого налогового счета. Поэтому организация может производить перечисления в установленные сроки или отправлять деньги авансами, либо отправлять строго рассчитанные суммы налогов, либо делать перечисления с запасом. Но по видению налоговой целевой процесс – это одна платежка по единому налоговому платежу в месяц со строго нужными суммами. Как я уже говорила ранее, чтобы пополнить единый налоговый счет, за организацию может и другое лицо, перечислив денежные средства на счет в качестве единого налогового платежа. При этом это иное лицо не сможет требовать возврата платежа из бюджета. И главная особенность – перечислить платеж на единый налоговый счет необходимо до наступления даты списания очередной суммы со счета в счет погашения обязательств компании. Официальный порядок заполнения платежного поручения по единому налоговому платежу пока что еще не утвержден. Планируется создание специального КБК для единого налогового платежа, который нужно будет указывать в платежном поручении при перечислении налогов на ЕНС. Для уплаты ЕНП в 2023 году Минфин подготовил две версии законопроекта, с новыми правилами оформления платежных поручений. И в зависимости от принятой версии законопроекта они вступят в силу после их официального опубликования либо через полгода, либо через 9 месяцев. До вступления в силу новых правил, подготовленных Минфином, возможны следующие варианты пополнения единого налогового счета. Первый вариант – это перечислять в 2023 году денежные средства в качестве единого налогового платежа по реквизитам, опубликованным на официальном сайте налоговой службы, и которые вы сейчас видите на слайде. Реквизиты получателей средств для уплаты ЕНП для всей страны будут одинаковы. Также специалисты налоговой службы опубликовали образец заполнения платежного поручения на перечисление единого налогового платежа в 2023 году, который также представлен на слайде. И второй вариант – в течение переходного 2023 года уплачивать налоги привычными платежными поручениями без формирования дополнительных уведомлений об исчисленных суммах налогов. Налогоплательщики смогут воспользоваться данным способом, если ранее они никогда не направляли в налоговое уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов. Чуть позже более подробно рассмотрим, что это за документ. Так вот, налоговый на основании верно заполненного платежного поручения в течение переходного периода самостоятельно будет формировать начисленные суммы. При этом важно правильно заполнить платежное поручение и указать в нем статус плательщика 02. Дополнительные эксперты ФНС опубликовали образец заполнения такого платежного поручения, который будет считаться уведомлением и который представлен на текущем слайде. На основании верно заполненного платежного поручения налоговая сможет однозначно установить все необходимые данные по платежу и разнести его в бюджетную систему РФ. Платежные поручения, на основании которых налоговая не сможет определить все корректные данные, не будут признаны уведомлением. При этом в случае необходимости уточнения сведений в платежных поручениях организация должна направить налоговое уведомление об исчисленных суммах налогов. То есть получается очень интересная ситуация. Воспользоваться данным способом оплаты и подачи уведомлений могут только те компании, которые раньше уведомления в налоговую никогда не подавали. Но в случае, если организация ошибется в платежке и ей потребуется уточнить данные, то она должна будет направить налоговое уведомление с верной информацией. То есть фактически с этого момента перейти далее на взаимодействие с налоговой через подачу уведомлений. А поэтому данный вариант не является оптимальным, поскольку есть риск ошибки, после которой организации нужно будет оперативно переходить на взаимодействие с налоговой через уведомления. Оптимальный вариант, который мы рекомендуем, а также рекомендует налоговая служба, сразу в 2023 году начать подавать в налоговое уведомление и перечислять деньги в качестве ЕНП по реквизитам, указанным налоговой службой на официальном сайте, которые были представлены на слайде ранее по первому варианту оплаты. По информации от налоговой в личном кабинете юридического лица, также можно будет пополнить единый налоговый счет и сформировать платежные поручения для банка. Как на самом деле будет выглядеть функционал личного кабинета юридического лица, мы узнаем в 2023 году. В налоговом кодексе закрепили строгую последовательность и условия зачета денежных средств, признаваемых ЕНП. Распределять деньги, перечисленные в виде ЕНП в счет погашения совокупной обязанности, налоговой будет в следующей последовательности. В первую очередь, ЕНП засчитают в счет недоимки. Если у организации есть несколько недоимок, то первоначально зачтут ту недоимку, у которой более ранняя дата возникновения. Далее погасят недоимки с более поздней датой возникновения. Вторая очередь пойдет на налоги, авансовые платежи по налогам, сборам, страховым взносам. К данной категории относятся все текущие платежи организации, по которым подошел срок уплаты. Третья очередь – это пени, четвертая очередь – проценты, и в пятую очередь погасят штрафы. При этом, если на едином налоговом счете при распределении единого налогового платежа будет недостаточно денег для погашения всех обязательств компании с совпадающими сроками уплаты, то налоговый распределит единый налоговый платеж пропорционально суммам таких обязанностей. Причем данное правило применяется также к уплате пеней, штрафов и процентов. Как я уже говорила ранее, налоговый будет списывать деньги с единого налогового счета на основании данных из уведомления об исчисленных суммах налогов, которые нужно будет направлять в налоговую не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующего налога. Уведомление по НДФЛ, удержанному за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, нужно будет направлять в налоговую не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты НДФЛ. Уведомления по НДФЛ, удержанному за период с 23 декабря по 31 декабря, нужно будет направлять в налоговый не позднее последнего рабочего дня года. Уведомления направляются стандартно в электронной форме ПТКС, либо через личный кабинет налогоплательщика. На бумаге разрешено сдавать уведомления организациям, если их среднеспечная численность не превышает 100 человек. Сразу отмечу, что отдельного штрафа за нарушение сроков предоставления уведомлений в НК не предусмотрено, но по общим правилам, согласно пункту 1 ст. 126 НК, штраф составит 200 рублей за каждый непредставленный документ. Уведомления по налогам нужно будет направлять в налоговую только в следующих двух случаях. Если срок уплаты налога раньше срока сдачи отчетности по этому налогу, либо если сдача отчетности по налогу вообще не предусмотрена. Или, кстати, отмечу, что дополнительно в программном обеспечении налоговой службы заложен специальный контроль на отказ в приеме уведомлений, поступивших по тем обязательствам, в отношении которых направлять уведомления в налоговую не требуется. Форма уведомления, в том числе в электронном виде, а также порядок его заполнения, утверждены приказом налоговой службы от 2 ноября 2022 года. Уведомление включает в себя два раздела. Это титульный лист и раздел данные. При заполнении титульного листа необходимо будет указать иные на организации, КПП организации, либо крупнейшего налогоплательщика, код налогового органа, согласно документам о постановке на учет в налоговом органе организации, либо крупнейшего налогоплательщика, а также данные о налогоплательщике или его представителе, если уведомление сдаёт представитель. При заполнении раздела данные потребуется заполнить КПП в соответствии с налоговой декларацией и расчетом, то есть указывается КПП подразделения, головной организации, обособленного подразделения филиала, за которое был уплачен налог. Впоследствии по данному КПП сумма налога должны будут зафиксированы в отчетности. Актуальные коды КДМО. Аналогично заполняются данные по коду КДМО того подразделения, за которое был уплачен налог. И впоследствии по данному коду КДМО сумма налога должна быть зафиксирована в отчетности. А также потребуется указать по ГКБК, по конкретному налогу, страховому взносу, по которому подаются сведения, сумма налога, подлежащая уплате, коды отчетного периода, которые мы сейчас указываем в налоговой отчетности, это коды 21, 31, 33, 34, а также указать номер месяца кварталу. И последнее, что нужно будет отразить, это отчетный год. Таким образом, уведомление потребуется направлять в ту налоговую, в которой зарегистрирована сама организация, либо крупнейший налогоплательщик. А внутри уведомления детализировать суммы обязательств в разрезе всех обособленных подразделений и филиалов компании. Переходим к следующему разделу и рассмотрим еще ряд глобальных изменений, которые являются следствием объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также внедрением единого налогового платежа. В 2023 году вводятся единые сроки для уплаты налогов и взносов, это 28 число месяца. И для сдачи отчетности это 25 число месяца. При этом сразу обращу ваше внимание, что срок уплаты взносов на травматизм не изменится. Взносы на травматизм работодатели продолжат платить не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем, за который они были начислены. Далее я сначала расскажу все об изменениях по страховым взносам, новым срокам уплаты и формам отчетности, а потом перейдем к изменениям по НДФЛ. А страховые взносы, все страховые взносы, в том числе по дополнительным тарифам страховых взносов и дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию как за счет работника, так и за счет компании, необходимо будет платить в 2023 году в срок не позднее 28 числа. Обратите внимание, страховые взносы зарплаты за декабрь 2022 года нужно будет уже заплатить по новым правилам и в новые сроки. А в январе это будет не позднее 30 января 2023 года, поскольку 28 января выпало на субботу. Что касается сроков сдачи отчетности по страховым взносам, то расчет по страховым взносам нужно будет сдавать не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, и новый отчет персонифицированные сведения не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Фактически, как мы видим, срок на подготовку отчетности сократился. Обратите, пожалуйста, внимание, расчет по страховым взносам за 4 квартал 2022 года нужно будет сдать по старой форме, но в новые сроки, не позднее 25 января 2023 года. С 2023 года нас ждет новая форма расчета по страховым взносам. Далее рассмотрим, что в ней изменилось. Во-первых, скорректирована перечень разделов, которые должны включаться в РСВ организациями, производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам. К ним отнесли титульный лист, раздел 1, подраздел 1, раздел 1 и раздел 3. Подраздел 2, подраздел 3, раздела 1 и приложения с 1 по 4 к разделу 1 должны будут включать в состав РСВ плательщики соответствующих тарифов страховых взносов. Речь идет о доп. тарифах и пониженных тарифах страховых взносов. Далее рассмотрим только те разделы, которые действительно изменились. Во-первых, на всех листах новой формы РСВ обновили штрих-коды. Также на титульном листе добавили поле ОГРНИП, которые должны заполнять ИП, либо главы крестьянских фермерских хозяйств. В разделе 1, сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов, количество строк значительно сократилось, так как объединены поля для отражения взносов ОПС, ОМС и ФСС в ним. А с 2023 года в разделе будет отражаться общая сумма страховых взносов, подлежащая уплате за отчетный период. Подразделы 1, разделы 1 заменят собой нынешние подразделы 1.1, 1.2 и приложения 2, в которых приводили расчеты взносов по каждому виду страхования. По сравнению с предыдущей формой, в новой отдельно предусмотрели строки для заполнения количества физлиц, выплаты которым не превысили единую предельную величину базы, базы для исчисления страховых взносов в размере, не превышающем единую предельную величину базы, а также поле для исчисленных страховых взносов с базы, не превышающей единую предельную величину базы. Подраздел 2 раздела 1 объединил в себе подразделы 1.3.1 и 1.3.2 из предыдущей формы РСВ. Заполнять его должны только те, кто начисляет взнос на обязательное пенсионное страхование по дополнительным тарифам. Приложение 1 к разделу 1 новой формы РСВ является аналогом приложения 3 к разделу 1 из предыдущей формы РСВ. Его будут заполнять IT-организации и организации, осуществляющие деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Единственное, что изменилось в разделе, это упразднили поля для заполнения данных за 9 месяцев, а также поле для заполнения ССЧ. А поскольку федеральные законы 14 июля 321 ФСЗ и 323 ФСЗ исключили эти требования для применения пониженных тарифов страховых взносов. Приложение 6 к разделу 1 из предыдущей формы РСВ было упразднено. Аналогов ему в новой форме нет, поскольку с 2023 года нас ждет единый перечень застрахованных лиц, которые включены в том числе и иностранцы. В новую форму добавлен новый раздел 4, который предназначен для заполнения плательщиками, производящими выплату в пользу прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета. Оставшиеся разделы с предыдущей формы РСВ перенесены в новую без существенных изменений. Далее на слайде представлена сводная таблица, по которой по каждому месяцу указаны данные о сроках сдачи РСВ, сроках подачи уведомлений, сроках уплаты страховых взносов в 2023 году. Как я уже отмечала ранее, уведомления нужно направлять в налоговую, если срок уплаты налога раньше, чем срок сдачи отчетности по этому налогу. А в связи с этим в апреле, июле, октябре и январе не нужно включать в уведомления сумму страховых взносов за предыдущие месяца. Данные для расчета совокупной обязанности за март, июнь, сентябрь и декабрь налоговая возьмет из отчетов РСВ. Переходим к новому ежемесячному отчету, который нужно будет сдавать в налоговую не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет называется «Персонифицированные сведения о физических лицах». Первый раз сдавать отчет «Персонифицированные сведения» необходимо в феврале за январь 2023 года. Цель внедрения отчета – это использование данных при предоставлении государством мер социальной поддержки нуждающимся физлицам. Форма персонифицированных сведений, по сути, это сокращенный раздел 3 – расчета по страховым взносам, который страхователи теперь будут сдавать ежемесячно. При этом из расчета по страховым взносам персонифицированные сведения не исчезнут. Их нужно будет по-прежнему предоставлять в составе ежеквартального отчета в разделе 3. Штраф за нарушение срока воздачи персонифицированных сведений отдельно не предусмотрен, но следует помнить, что по общим правилам, согласно пункту 1 ст. 126 Налогового кодекса, штраф может составить 200 рублей за каждый непредставленный документ. Отчет должны будут сдавать лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, организации и обособленные подразделения, наделенные полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений, в том числе иностранные, работающие на территории РФ, и иные лица, которые вы видите на слайде. Форма сдачи отчета определяется по тем же правилам, что и для РСВ. В электронном виде по ТКС нужно сдавать, если численность физлиц, с которым были начислены выплаты, превышает 10 человек. Это касается и вновь созданных организаций. Если численность 10 человек или меньше, плательщики и вновь созданные организации сами решают, как подавать расчет в электронной форме или на бумажном носителе. Отчет состоит из титульного листа и персональных данных физлиц и сведений о суммах выплаты в их пользу. Порядок заполнения титульного листа формы аналогичны порядку заполнения титульного листа расчета по страховым взносам. Раздел с персональными данными физлица нужно будет заполнить на каждое застрахованное лицо, которое числилось в отчетном периоде, указать по нему ИНН, ФИО, СНИЛС и сумму выплат, начисленных в его пользу в отчетном периоде. В строке 070 указывается сумма выплат, начисленных в пользу физлица за отчетный месяц. В строку включаются все суммы выплат, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов. Порядок заполнения строки 070 аналогичен порядку заполнения строки 140 раздела 3 РСВ. Данную информацию подтвердил эксперт налоговой на своем вебинаре по изменениям законодательства с 2023 года. Обратите, пожалуйста, внимание, включить физлицо в отчет нужно, даже если в отчетном периоде в его пользу выплат не было. В этом случае строка 070 в электронном отчете остается пустой, а в бумажном заполняется прочерками. Также можно будет подать уточненные персонифицированные сведения, но их следует подать до момента сдачи расчета по страховым взносам за отчетный период, в который попадает соответствующий месяц. В уточненный отчет нужно включить только тех физических лиц, данные по которым нужно изменить. При этом на титульном листе формы обязательно нужно будет указать номер корректировки. Если потребуется аннулировать сведения, то в строке 010 нужно будет поставить единицу и поставить прочерки в строке 070. Если ошибка была допущена в ФИО или СНИЛС, то дополнительно к разделу с аннулированными сведениями потребуется заполнить на это физлицо раздел с верными данными по строкам с 020 по 070. Если надо исправить только сумму выплат, нужно указать в корректировочном отчете верные сведения по физлицу в строке 070, при этом строка 010 не нуждается в заполнении. На текущий момент контрольные соотношения между расчетом страховым взносом и персональными сведениями отсутствуют, но по словам эксперта налоговой службы, налоговая будет сверять данные по строке 070 персонифицированных сведений и строке 140 третьего раздела расчета по страховым взносам. При выявлении расхождений налоговая направит требования о предоставлении пояснений, поэтому перед сдачей расчета по страховым взносам нужно убедиться в соответствии данных между отчетами и при обнаружении отклонений устранить расхождение, направив верные данные в корректировочном отчете персонифицированные сведения. На этом изменения в отчетности по страховым взносам закончились. Переходим к изменениям по срокам уплаты и формам отчетности по НДФЛ. Для НДФЛ в 2023 году также вводится единый срок перечисления налога. По общему правилу НДФЛ, удержанный за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, нужно будет перечислить не позднее 28 числа текущего месяца. Но есть два исключения. НДФЛ, удержанный за период с 1 по 22 января, его перечисляем не позднее 28 января, а НДФЛ, удержанный за период с 23 по 31 декабря, нужно будет перечислить не позднее последнего рабочего дня календарного года. Сроки сдачи расчета по форме 6 НДФЛ также в 2023 году сократились. За первый квартал потребуется сдать отчет не позднее 25 апреля, за полугодие не позднее 25 июля, за 9 месяцев не позднее 25 октября и за год не позднее 25 февраля следующего года. В связи с особым порядком заполнения уведомлений по НДФЛ, с 2023 года нас ждет новая форма 6 НДФЛ, которая по своей сути будет дублировать данные по удержанному налогу на правильные уведомления. Какие изменения налоговая предусмотрела в новой форме 6 НДФЛ? Существенные изменения, конечно же, затронули раздел 1. Во-первых, изменилось наименование строки 020, а с 2023 года в ней необходимо будет отражать обобщенную по всем физлицам сумму НДФЛ, подлежащую перечислению за последние 3 месяца отчетного периода. Вместо многочисленных строк 021 и 022, в которых сейчас мы указываем сроки перечисления НДФЛ и удержанные суммы НДФЛ, в новом отчете будет всего 4 строки, в которых в зависимости от отчетного периода, за который мы сдаем 6 НДФЛ, необходимо будет указать сумму исчисленного и удержанного налога по первому, второму, третьему и четвертому сроку перечисления. При этом сумма налога, подлежащая перечислению за последние 3 месяца отчетного периода, указанная в поле 020, должна соответствовать сумме значений заполненных полей 021, 022, 023 и 024. На слайде представлена сводная таблица информации о том, какие суммы удержанного НДФЛ нужно указывать в квартальной и годовой отчетности по каждому сроку перечисления. Например, в отчете за первый квартал по первому сроку перечисления следует указать НДФЛ, удержанный за период с 1 по 22 января, по второму сроку НДФЛ, удержанный за период с 23 января по 22 февраля и по третьему НДФЛ, удержанный за период с 23 февраля по 22 марта. Данные по четвертому сроку уплаты заполняются только в годовом отчете 6 НДФЛ, поскольку по этой строке нужно будет указывать налог, удержанный за период с 23 декабря по 31 декабря. Вся информация о сроках уплаты НДФЛ, сроках подачи уведомлений по НДФЛ и суммах НДФЛ, которые в него включаются, сроках сдачи 6 НДФЛ и суммах НДФЛ, которые нужно включить в отчет, объединена в таблице, которая представлена на текущем слайде. Обратите, пожалуйста, внимание, по НДФЛ ежемесячно нужно будет подавать уведомления, поскольку срок уплаты наступает раньше, чем срок сдачи отчетности по налогу. Какие еще изменения по НДФЛ нас ждут в 2023 году? С 1 января 2023 года изменится дата фактического получения дохода в виде заработной платы, поэтому работодатели будут должны удерживать НДФЛ с аванса. С 2023 года датой фактического получения дохода по зарплате будет день ее выплаты. НДФЛ из заработной платы нужно будет удерживать при каждой выплате дохода, в том числе из аванса и из второй части заработной платы. А также с 1 января 2023 года со всех видов доходов НДФЛ нужно будет платить в единые сроки, как я уже озвучила ранее. И вид дохода больше не будет иметь значения. Главное, в какой период был исчисленный и удержан налог. Это касается любых доходов, в том числе зарплаты, отпускных и больничных. С 1 января 2023 года также разрешается уплата НДФЛ из средств работодателя. Изменения связаны с переходом на уплату НДФЛ через единый налоговый счет. Переводить деньги на единый налоговый счет для уплаты НДФЛ можно будет авансом до их фактического удержания из доходов сотрудников. А деньги с единого налогового счета налоговые спишут только в момент возникновения обязанности по уплате. А это 28 число месяца, либо последний рабочий день года. И еще одно изменение, которое нас ждет по НДФЛ, касается совокупности налоговых баз и прогрессивной ставки по НДФЛ. Напомню, в отношении доходов, полученных в 2021 и 2022 году, у нас действует переходный период. И прогрессивная ставка НДФЛ применяется к каждой налоговой базе отдельно. По окончании года на основании справок о доходах физлиц, полученных от организации налоговая, производит расчет совокупной налоговой базы и общей суммы НДФЛ. И, соответственно, разницу между суммой налога, которую удержала организация из доходов физлица, и суммой, которая была рассчитана налоговой, налоговая выставляет налогоплательщику в уведомлении. Налогоплательщик эту сумму доплачивает самостоятельно в бюджет. С 2023 года организации должны были перейти на расчет НДФЛ по прогрессивной шкале совокупности налоговых баз. Однако Минфин и правительство решили продлить переходный период еще на год. И данная поправка была внесена недавно ко второму чтению правительственного законопроекта. И, вероятнее всего, поправки примут. И в 2023 году бухгалтера продолжат применять при счислении НДФЛ прогрессивные налоговые ставки отдельно к каждой налоговой базе. То есть отдельно к дивидендам и отдельно к основной налоговой базе, в которую входит в том числе и заработная плата работников. Далее я расскажу об изменениях, предусмотренных Росстатом в форме номер П4, сведения о численности и заработной плате работников. Приказом от 29 июля 2022 года номер 532 Росстат обновил форму П4 на 2023 год. Компании, которые отчитываются по данной форме на ежемесячной основе, будут использовать обновленную форму П4 первый раз при сдаче отчета за январь 2023 года. А те компании, которые отчитываются на ежеквартальной основе, при сдаче отчета за первый квартал 2023 года. В новой форме отчета предусмотрены несущественные изменения. Указали номер приказа Росстата, которым была утверждена новая форма на титульном листе. А в табличной части раздела с данными о средней списочной численности разрешили указывать информацию с двумя десятичными знаками после запятой. Аналогичные условия закрепили и в указаниях по заполнению данной формы. В порядке заполнения отчета П4 можно выделить следующие изменения. Во-первых, скорректирован порядок сдачи и заполнения П4. С 2023 года респонденты, допустившие ошибки в отчете, должны будут их исправить не позднее трех рабочих дней после их обнаружения самостоятельно или после получения уведомления от Росстата. Для этого необходимо будет направить в Росстат исправленный отчет П4 и приложить к нему обоснования для внесения исправлений. Также был уточнен перечень выплат, которые учитываются в фонде заработной платы работников списочного состава и включаются в отчет. В него в том числе включили средний заработок за период нахождения работника на военных сборах. Также был детализирован перечень выплат социального характера для профсоюзных организаций и дополнен перечень расходов, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплаток социального характера. В него добавили компенсацию работнику стоимости проведенного обязательного медосмотра, который он прошел самостоятельно, и компенсацию работнику за самостоятельный оплаченный ПЦР-тест на COVID. Считаю, что также необходимо обратить ваше внимание еще на ряд изменений, которые вступили в силу в 2022 году. О данных изменениях я расскажу кратко, а более детально вы сможете ознакомиться с ними в материалах вебинара. В 2022 году от НДФЛ страховых взносов, в том числе от взносов на травматизм, освободили безвозмездные выплаты в порядке материальной поддержки и передачи имущества мобилизованным добровольцам и контрактникам, участвующих в специальной военной операции, членам их семей. А также безотчетные суммы, связанные с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. В размерах, определенных локально-нормативными актами работодателя, но не более 700 рублей за день. Данные правила применяются к выплатам с 1 января 2022 года. В 2022 году были вынесены поправки статью 219 Налогового кодекса, которые увеличили предельный возраст детей, по расходам на которых предоставляются социальные вычеты. До 24 лет, если дети налогоплательщика обучаются по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. И одновременно законом устанавливается аналогичное право на получение указанных социальных налоговых вычетов опекунами и попечителями. И с 30 декабря 2022 года в платежках на погашение задолженности по исполнительному документу, в котором содержится код УИН, необходимо указывать следующие реквизиты. В поле 101 новый код УИН и в поле 22 код УИН, либо код нормативного правового акта. Это касается только тех исполнительных документов, которые платятся на казначейские и банковские счета, которые начинаются на 0.32.12. Более подробность информации можно будет ознакомиться на слайде. В завершении темы по изменениям законодательства в части расчета заработной платы предлагаю рассмотреть, какие новшества предусмотрены Минфином по основным направлениям налоговой политики на 2023 год и плановый период с 2024 по 2025 год. В качестве основных мер по НДФЛ и страховым взносам, которые затрагивают расчеты с персоналом по оплате труда, Минфин предложил предоставлять стандартный налоговый вычет, если на обеспечение налогоплательщика находятся недееспособные дети или подопечные, а также социальный налоговый вычет на расходы, связанные с их лечением без ограничения по возрасту. Также предложил уменьшать сумму дохода на сумму фактически произведенных и подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественных прав вместо получения имущественного налогового вычета. А также предложил нормировать в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов компенсационные выплаты при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с выполнениями своей работы удаленно. И нормировать для освобождения от страховых взносов надбавки за вахтовый метод работы и суточные работников, работа которых имеет разъездной характер. Помимо этого, в предложениях было освободить от НДФЛ в установленных пределах любые компенсационные выплаты при увольнении, установить, что выплачиваемые российскими организациями работодателями доходы за исполнение дистанционной работы за пределами РФ являются доходами от источников РФ, наделить иностранные юридические лица функциями налоговых агентов по НДФЛ в отношении доходов, которые выплачиваются физлицам, выполняющими работы на территории России с использованием сети интернет. Также уточнить место предоставления расчета по страховым взносам для крупнейших налогоплательщиков и ввести обязанность отражения в справках о доходах физлиц доходы, освобождаемые от налогообложения, которые сейчас в справках не указываются. На этом обзор изменений в законодательстве по кадрам и расчету заработной платы, которые нас ждут в 2023 году, завершен. Как вы видите, сегодня на вебинаре мы рассмотрели очень много важных изменений. И, к сожалению, запланированный нами тайминг на вебинар исчерпан, и мы не успеваем ответить на вопросы в чате в режиме онлайн. Но мы обязательно ответим на все ваши вопросы письменно и направим ответы вам на почту вместе с материалами вебинара. И от лица компании Сбер решения мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания вашему бизнесу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо большое вам за внимание и хорошего вам дня. Спасибо. 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 Спасибо.